В прямом эфире новости сейчас. С вами Евгений Перлин. Здравствуйте. Главное событие дня и политическое событие года. Послание президента к белорусскому народу и национальному собранию. Сегодня Александр Лукашенко традиционно подвел итоги жизни страны за год, прошедшие с момента предыдущего послания. Расставил акценты и обозначил предстоящие приоритеты. Поднят целый пласт вопросов, которые касаются внешней и внутренней политики, экономики, социальных стандартов. Говоря о Беларуси, на мировой арене глава государства выступил за предметное рассмотрение накопившегося в Евразийском экономическом союзе проблем. С момента создания ЕС пошел четвертый год. Было много планов и перспективных проектов, но некоторые до сих пор далеки от реализации. Из года в год мы говорим о необходимости создания равных условий для субъектов хозяйствования, об устранении изъятий, барьеров, ограничений в взаимной торговле, об актуальности решений проблем в сфере техрегулирования санитарных, ветеринарно-санитарных мер. Несмотря на все усилия, некоторые подвижки в целом в ОС, как говорится, и ныне там. Важные для полноценного развития вопросы решаются крайне медленно и зачастую неэффективно. Работа тормозится непоследовательной позицией наших партнеров по экономическому союзу. В то время как на высоком уровне декларируется углубление интеграции и устранение барьеров на практике иной подход. Вместо отмены односторонних ограничительных мер их активное применение. Необходимо предметное рассмотрение накопившихся в ЕС проблем, принятие конкретных решений, некосредственных выполнения. Либо мы движемся вперед, либо имитируем движение. Последнее недопустимо. Главная целью Беларуси остается неизменное построение государства для народа. Часть президентского послания касалась экономики. В частности, белорусский лидер подчеркнул, время планово-распределительной экономики безвозвратно ушло. Сегодня следует усиленно бороться за рынки сбыта. Стране нужны толковые современные управленцы. В этом направлении поручаю правительству детально разобраться и развести, как модно сейчас говорить, компетенции. Кто государственные управленницы формируют условия, а кто отвечает за коммерческий успех бизнеса на предприятии. Каждый должен заниматься своим делом. Но при этом отвечать будете все. Дайте директору свободу в принятии решений. Не надо лезть с невыполнимыми, а подчас и противоречащими друг другу задачами. Но спросите за результат. Совету министров нужно провести переаттестацию всех руководителей. Если кто-то не способен эффективно работать, пусть сразу уходит в отставку. То же самое касается и министров. Институты государственного управления должны идти в ногу со временем. Проводить политику шире, масштабнее и не ограничиваться интересами только ведомственных предприятий. Глава государства жестко высказался о коррупции. В стране созданы действенные механизмы борьбы с этими преступлениями, которые губительным образом влияют на экономику. По мнению президента, взяточничество способно подорвать основу любого государства. Именно оно создает почву для роста теневой экономики и подрывает доверие людей к государству. В Беларуси не должно быть места коррупции. СМИ регулярно освещают факты о громких арестах и наказаниях должностных лиц за такие преступления. У простого человека даже может сложиться впечатление, будто все вокруг жулики и воры. Конечно же это не так. В системе управления много честных, порядочных людей. Таких абсолютное большинство. Иначе просто невозможно было бы работать. И то, что наши граждане видят, на телеэкранах читают, на страницах газет, лишь показывает открытость власти в вопросах борьбы с этим злом. Люди должны понимать, что никакие ситуации не замалчиваются и неприкасаемых нет и не будет. Последние кадровые перемены яркий тому пример. Я в прошлом году предупреждал руководителей, что если на их подведомственных предприятиях, в организациях, учреждениях будут зафиксированы случаи коррупции, то они лишатся своих должностей. Но, видимо, не все поняли с первого раза. Глава государства ответил также на вопросы депутатов. Общение в эти минуты продолжается в овальном зале. Подняты темы арендного жилья, качество дорог, образование, в том числе и на белорусском языке. Подробности посланий президента народу и парламенту в наших следующих выпусках. Телеверсию покажут все белорусские телеканалы сегодня в 9 вечера. В связи с этим «Панорама» выйдет в эфир в 20.30. У меня все. Всего доброго.